Прочитаю вас. Прочитал ваш вопрос и думаю, что смогу дать на него ответ. Значит, во-первых, по прочтению нашего текста у меня к вам возник такой вопрос. Ответив на который, я надеюсь, вы сможете лучше понять для себя то, насколько вам, вот, мужчина, ну, то, насколько вы сможете понять то, насколько вы нуждаетесь в человеке, в частности, вот, мужчине, и я надеюсь, что вы сможете понять то, насколько ваши отношения с ним перспективны, потому что, вот, пока, исходя из того, что я могу видеть, пока, мне кажется, что у вас, помимо такой симпатии, связанный, ну, в основном, в основном с тем, что вам нужен мужчина, а ему нужна женщина, и что вы одинокие, я не увидел. То есть, смотрите, вам нравится, значит, коллега по работе, да, с которым вы встречаетесь несколько раз в неделю, один-два раза в неделю, значит, только по рабочих вопросам. И общение сводится ваше к тому только, да, что вы обсуждаете непосредственно сам рабочий процесс, ну и плюс еще, как вы говорите, здравствуйте и до свидания, вы говорите своему мужчине, да, и все. И больше общение у вас вообще никак не происходит. Исходя из этого, я полагаю, можно будет задать вам такой вопрос. А есть ли у вас с мужчиной что-то общее вообще, о чем, собственно, можно было бы разговаривать, например? О чем можно было бы поговорить, помимо рабочих вопросов? То есть, понимаете, если бы у вас общение было бы оживленным, но вот так получилось, да, что некогда вам общаться, и времени нет, и, может быть, там, скажем, встречаетесь вы мало, да, и так далее. Это было бы понятно. Но так, вот така, то, что вы пишете, оставляет открытый вопрос. Она, насколько у вас много общего друг к другу. Понимаете? И если это общее есть, то как оно проявляется? Вот, на мой взгляд, об этом в первую очередь надо подумать. И если у вас это самое общее есть, то его необходимо начинать использовать. Как? Помимо рабочих вопросов, старайтесь поднимать какие-нибудь темы, которые могут быть интересны и вам, и ему, и так далее. Общайтесь с ним на эти темы. Разговаривайте с ним на эти темы. Понимаете, если вы хотите сблизиться, если вы хотите дать понять, что он вам нравится, то нужно, чтобы вы, в первую очередь, изъявили мужчине свое желание, свое желание и свою потребность с ним общаться вообще, помимо рабочих вопросов. А пока он думает, что у вас ничего общего, кроме вот этих вот, ну, кроме работы, нет. И, естественно, он не проявляет какую-то инициативу. Я, конечно, не знаю, может быть, он инициативу не проявляет по другой причине, но пока мне видится ситуация именно такой вот. Это, значит, первое. Значит, далее, когда у вас будет какое-то общение, хотя бы какое-то общение, когда вы будете общаться о чем-то помимо работы, вот тогда уже можно говорить и о том же, чтобы делать что-то дальше. Что делать, собственно, вопрос, да? Как быть и что делать? Значит, при наличии у вас отвлеченных тем для разговора или просто оживленной беседы, вы уже можете совершенно спокойно, как полноправный партнер сказать человеку о том же, что хотели бы там с ним встретиться. То есть, предложите ему встретиться, да, предложите обязательно ему встретиться там. А если у вас наладится общение с ним, взаимодействие с ним, вот, предложите ему встретиться. Для чего? Чтобы об этом вам, в принципе, мои коллеги говорили. Чтобы сблизиться, чтобы исключить вот эту вот формальную обстановку, которая у вас постоянно присутствует, и узнать его поближе. Хотя, вот, выражение, узнать поближе, это означает более углубленное видение образа человека. То есть, сейчас вы видите его только как, ну, коллегу и как более или менее симпатичного мужчину для вас. Ну, а при более, скажем так, при более близком общении, вы увидите, какой этот человек в более личном, более интимном плане, более близком взаимодействии. И вы для себя определите, соответствует, например, вот, то, что вы о нем думаете сейчас, как вы его представляете сейчас, да, соответствует ли вот это, значит, тому, что будет. В действительности. Тому, что будет в реальности. Вот об этом я полагаю, и надо бы, чтобы вы как следует подумали, и надо, чтобы вы это увидели, самое главное. И вот, если вы увидите, и если образ совпадет, то тогда вы можете и какие-то вещи говорить ему, и встретиться, еще, ну, там, пригласить еще раз встретиться, и вести себя, вообще-то говоря, так, как вот, например, ему нравится, да, то есть, как вот, ну, как, так, чтобы он чувствовал себя мужчиной с вами, да. Это вот самое-самое такое сильное средство для того, чтобы он хотел быть с вами. Для этого нужно его узнать, чтобы понять, что, какое общение это поможет ему почувствовать себя мужчиной, да, для этого нужно его узнать. А чтобы узнать, то есть, чтобы узнать, соответственно, ну, нужно с ним близиться. То есть, понимаете, вот, ситуация именно в этом, чтобы у нас появилась возможность для того, чтобы друг друга узнать поближе. Поэтому нужно что-то общее. И вот вопрос в том, есть ли у вас что-то общее, является, на мой взгляд, самым важным, потому что, если общее у вас нет ничего, то отношения подстроить вам будет, ну, очень сложно. Вот. Надеюсь, что вы сделаете определенные выводы из того, что я говорю. Вот. С другой стороны, с другой стороны, вы пишете о том, что вам 38 лет, и обычно 38 лет, конечно, не выстраивают образ человека, значит, в которой нравится вот по такой системе, да, чтобы, ну, чтобы опираться только на то, что вам кажутся. Но, тем не менее, я вынуден вам задать этот вопрос, чтобы вы подумали сами о нем. Вот. Насколько вы уверены, да, что этот человек именно тот, кто вам нужен? На чем вы основываетесь? Что вы можете о нем сказать, помимо того, что он хороший, там, профессионал своего дела, например? Вот. Что вас объединяет? Не строите ли вы иллюзий в отношении него? На мой взгляд, это вот такой очень важный аспект для того, чтобы вы не разочаровывались. Понапрасну, по крайней мере. Вот. Я думаю, как можно ответить вам на вопрос, на этот, на вас. Пожалуй, можно было бы дополнить только то, что при условии сближения вас, вам нужно максимально приблизить вашу модель женского поведения, которую, ну, которую вы используете при взаимодействии с мужчинами, да, например, и то, что нравится мужчине в женщине, дабы он чувствовал себя мужчиной. Если вы поймете, что то, что хочет мужчина не идет вразрез с вашей моделью женского поведения и не идет во вред вам в целом, то видите себя так, как ему нравится, и я полагаю, что если у него есть вам чувства, то обязательно будет взаимно, тем более, что он на вас поглядывает. Так же вы, я думаю, легко узнаете, женат он или нет, это вопрос только времени, и я полагаю, что проблем с этим не будет. На этом все. Надеюсь, что вам помогла. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok